С наступлением жары вкусы горожан меняется. Все чаще хочется чего-то прохладного, легкого, освежающего. Квас, мороженое, лимонад и фрукты. Спрос на эти продукты летом возрастает в несколько раз. Главное не ошибиться в выборе и совершать покупки в установленных местах. На территории городского округа Самара в настоящее время размещено 199 объектов по реализации прохладительных напитков. Это квас и лимонад. 13 объектов по реализации мороженого и 55 объектов по реализации овощей и фруктов. Все объекты сезонной торговли размещаются на основании согласований, полученных в администрации внутригородских районов, согласований, полученных в департаменте потребительского рынка услуг, а также договоров, заключенных с муниципальным предприятием Ярмарки Самары. Адреса размещения включены в схему размещения нестационарных торговых объектов. Точки с прохладительными напитками будут работать в городе до 15 августа. Мороженое на улицах можно будет купить в течение лета и до конца сентября. Чтобы дегустация прошла без печальных последствий, стоит обратить внимание, есть ли у торгового объекта все необходимые документы. Договор, заключенный с муниципальным предприятием Ярмарки Самары, сертификаты соответствия на реализуемую продукцию и информация о предприятии, который предоставляет продукт на продажу, аккуратный внешний вид продавца и его приветливость, чистота рабочего места и правильно оформленные ценники. Вот гарантия качества продукта. Обращаться по всем интересующим вопросам можно в департамент потребительского рынка услуг по телефону 333-47-44. Можно обратиться в муниципальное предприятие Ярмарки Самары по телефону 332-14-97. В случае обнаружения несанкционированные точки специалисты выходят на объект, составляют протокол по статье 6.1 115 ГД от 2007 года за организацию розничной торговли в общественном месте, вне мест установленных органами местного самоуправления. Административная комиссия вправе вынести решение предпринимателю о наложении штрафа в размере до 80 тысяч рублей в случае повторного нарушения. Я работаю на квасе уже третий год. Работа мне моя очень нравится. Люди приходят, берут квас, всем нравится, вкусный. Вот торговым квасом, лимонадом. Лучший, так называемый, живой квас, который продается исключительно на разлив из бочек. Но он должен быть холодным. Срок хранения живого кваса не превышает 48 часов. За это время содержимое бочки не должно успеть нагреться даже в сильную жару. Так что, если вам наливают теплый квас, делайте выводы. Мы постоянно контролируем данные точки. Начиная с апреля по август делаем ежемесячные объезды, а в мае, когда основная масса предпринимателей выставляется, по два объезда. В Советском, Кировском, Красноглинском и Октябрьских районах получила новую форму торгового оборудования в виде кировского. Кировские быстроразборные, то есть по окончании 15 августа они быстро разбираются и выводятся. В этом году самарцам предложен на выбор квас от четырех региональных производителей из Тольятти и Кенельского района. Разные виды кваса отличаются друг от друга вкусом, цветом и ароматом. Каждый может выбрать напиток на свой вкус. И даже бравый солдат Швеек, я думаю, не отказался бы от стаканчика прохладного ароматного кваса в такую жару. Друзья, такие точки на улицах города будут работать в течение всего лета. На радость всем самарцам. Стаканчик квас, пожалуйста. Пожалуйста. Вечер на здоровье. Спасибо. Вкусно. Пожалуй, самый легкий способ немного охладиться в знойный полдень – съесть эскимо или пломбир. С начала лета на улицах Самары работает 13 торговых точек по продаже любимого лакомства детей и взрослых. Требования к ним такие же серьезные, как и к любой точке, занимающейся реализацией продуктов питания. Опрятность продавца, специальная одежда, фартуки, достойное санитарное содержание объекта торговли. Пользуется ли популярностью уличные холодильники – об этом мы решили спросить самих горожан. Ну, не будешь же в магазин за мороженым бегать каждый раз. Прошел, купил. Мы сейчас покупаем, это удобно. Лучше купить на улице, чем идти в гипермаркет и стоять в огромной очереди. И искать товар 5 минут, 10. Я мороженое покупаю, потому что очень люблю. Хотя очень редко. Молоком не сильно нельзя. Но, мне кажется, полезная вещь. В жаркий полдень и в теплый летний вечер на улице Ленинградской гуляют и влюбленные парочки, и родители с детьми, и туристы. Продавцы не жалуются, холодный товар не залеживается. Порой за день удается продать всю партию мороженого. Не то, что я хвалюсь, я просто говорю, что у меня точка, у меня точка идет на ура. Потому что это место проходящее. Все идут со всех сторон. Они все спрашивают. Ну, и еще зависит от того, как работаешь с народом. Вот некоторые подходят, говорят, какие вы доброжелательные, какие вы там вроде... А к некоторым подходят, нельзя даже разговаривать, нельзя что. И вот все зависит от продавца. Как продавец примет народ, так они будут к ним идти. И действительно, народная тропа к продавцам мороженого летом не зарастает. Всегда обращайте внимание на срок годности, условия хранения продукта, внешний вид продавца и качество обслуживания. Не лишним будет спросить и документы на право заниматься торговой деятельностью. На палатке или холодильнике ищите подробную информацию о предприятии, которое предоставляет товар на продажу. По всем спорным вопросам можно смело обращаться в Департамент потребительского рынка и услуг или в муниципальное предприятие Ярмарки Самары. По статистике, каждые три секунды в мире продается одна порция мороженого. Хорошо продажи идут в субботу и воскресенье. Некоторые врачи рекомендуют мороженое, как хорошее средство профилактики от простуды и ангины. Ну а мы радуемся этому замечательному холодному лакомству, потому что именно им можно охладиться в жаркий день. Фрукты и овощи, продукты от местных производителей и фермеров можно будет приобрести уже 10 и 11 июня на сельскохозяйственных ярмарках, которые пройдут на пяти площадках города. Все подробности можно узнать в Департаменте потребительского рынка и услуг.